Продолжение следует... Это инженерное решение, которое связано с тем, что здесь находятся два волнореза, или так называемых мола, которые ограждают соответствующую территорию от течения и ветра, и соответствующей волны. Между этими молами проложен каменный зуб высотой от 4 до 5 метров, который удерживает тело песка, чтобы его не намывал туда основной русский. На сегодняшний момент все эти работы завершены. Этот каменный зуб находится по, соответственно, буйкам, которые здесь установлены. На его высоту намытся соответствующий песок, и сделана территория непосредственно пляжа, где осуществляется купание, и люди загорают. Данный пляж отделяется, соответственно, зоной солярия, которая ограждается, соответственно, пешеходными дорожками и, соответственно, уличным освещением. В результате тех замечаний, которые были предусмотрены, доступность и людей с ограниченными возможностями, соответственно, существует 4 схода, которые одновременно могут осуществлять спуск 150 человек. Поэтому, собственно говоря, вот это было выполнено с точки зрения области скос, сделан соответствующий полив на этом скосе, и осуществлена высадка соответствующих газов. На сегодняшний день получены все документы, вы об этом знаете, взятые все пробы, разрешение по всем требованиям ГИМСа. На сегодняшний день есть возможность загорать, есть возможность безопасно купаться, как взрослым, так и маленьким ребятишкам, потому что выделены специальные территории. Есть многомойки, есть возможность принять душ, переодеться, есть фонтанчики воды, весь функционал, который требуется, это лежаки, это навесы существует. Есть временная дислокация того функционала, который необходим, это медпункт, это санузлы, это продажа прохладительных напитков, мороженое, легкое выносное питание, которое согласовано с требованиями Роспотребнадзора. Поэтому мы готовимся, с завтрашнего дня эта зона будет открыта для общего посещения. В верхней части это реакреационная зона, продолжатся работы. Основные, наверное, виды работ, которые будут продолжены, выше мола мы вместе с вами пройдем вверх пляжа. Это будет смотровая выносная площадка, это фонтан, который вошел в проект. Он больше носит такой, наверное, декоративный, может быть, интересный для детей будет зона и территория. Будет подвоз малых архитектурных форм, это в основном для ребятишек, детей малого возраста. И два здания, в котором будут подразумеваться стационарные уже кафе, комната матери-ребенка, медпункт, кинотеатр. Поэтому эти работы в летний период будут продолжаться. Вся тропиночная, дорожная инфраструктура будет создана. На сегодняшний день мы видим порядка 250-300 машин и мест для подъезда личным транспортом. Здесь будет обслуживать муниципальное предприятие с полным сервисом. Это уборки, подготовка к новому дню пляжей, всей инфраструктуры. Это служба спасателей, которая весь необходимый функционал согласно требованиям к пляжам официальным. И надо сказать, что мы видим эту зону безалкогольную, поэтому мы будем предъявлять требования. У нас есть понимание со службой полиции, здесь будет служба частного ЧОПа, потому что здесь дети. Казалось бы, зашел в воду и купайся, но мы видим, сколько происходит и несчастных случаев, и трагических случаев. Поэтому ни в коем случае распить и спиртных напитков. Работа пляжа подразумевает режим, мы его видим, вы знаете, с 6 утра, когда можно прийти, уже пользоваться всей инфраструктурой пляжной. Все объекты питания будут работать с 8 утра, и пляж в 22 часа будет просить всех, кто отдыхает, горожан и гостей города, покинуть помещение, потому что это вечернее время, специальные режимы на официальном пляже и подготовка к следующему. Еще, Михаил Александрович, то, что говорили вы с гидернатором, мы вот эту зону с вами открываем, но это не значит, что она может остаться такой. Правильно? Мы принимаем предложение, смотрим по функционалу, потому что много уже различных идей от горожан у нас с вами поступает. Оно будет дополняться? Да, дополняться, что-то открываться, что-то новое вноситься. По пляжам будет сама принимать предложения от горожан, что добавить, какие-то режимы и так далее. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok А можно по функционалу? А запланированный туалет на плане не увидела? И вчера ходила туда-сюда, тут чисто с... Туалеты, когда будет реализована полностью верхняя часть проекта, подразумеваются стационарные туалеты на 22 кабинки пополам для мужчин и для женщин. На сегодняшний день два временных локальных туалета. Это улица, что коричневая стоит, и где вы спускались, улица 2-я Садова. Вот вчера не нашла. А это будут стационарные и бесплатные? Конечно, стационарные бесплатные. А вот в дни рома купального сезона как эта территория будет использована? Ну, у нас это уличная плоскостная, поэтому это зимняя история. Что касается вообще, в принципе, если вы говорите, там, возможности использоваться это на лыжах или там на коньках. Да, мы на самом деле эту тему в голове прорабатываем, просто не хочется ее заранее озвучить, наши возможности, потому что мы об этом оповестим чуть подальше. Но вообще, в принципе, думаем, чтобы эта территория зимой тоже функционировала. А будет город так-то дальше развивать другие зоны отдыха, Затом, Краски, Пески? Обязательно. Обязательно. И надо сказать, что мы это и с Николаем Васильевичем Панковым обсуждали. Если говорить, Волжский район юбилейный, то люди те же вопросы задают, возможность вообще каким-то образом подойти к воде и получить какую-то благоустроенную прибрежную территорию. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует... Продолжение следует...